Добро пожаловать в глобальный диалог по климатическим решениям. Вы участвуете в одном из более чем 125 мероприятий, проводимых по всей планете в начале апреля в рамках глобального проекта под названием «Решить климат к 2030 году». Меня зовут Маша Забара, я директор интернатуры в проекте «Solve Climate» в Барт-колледже. Прошедший год был сложным для всех. По мере того, как мир начинает выздоравливать от пандемии, мы задумываемся над самым важным вопросом тысячелетия. Что мы можем сделать в этом году в нашем регионе, чтобы решить проблему изменения климата, поддерживая при этом находящиеся в трудном положении сообщества, которые столкнулись с массовыми человеческими жертвами, экономической катастрофой и безработицей? Во всем мире, от Австралии до Кыргызстана, от Колумбии до Малайзии и от Южной Каролины до Южной Африки, мы слушаем местных экспертов и молодых лидеров. Они говорят нам о конкретных шагах, которые действительно могут помочь странам решить проблему изменения климата, создавая столь необходимые рабочие места и доход для населения. 2020 год был одним из двух самых жарких лет в истории человечества, принеся с собой массивные лесные и пастбищные пожары, рекордные штормы и ураганы, а также неумолимое повышение уровня моря. К сожалению, 2020 будет также одним из самых холодных лет в этом столетии, поэтому решение проблемы климата – это задача, к которой должно быть привлечено все человечество. На будущее есть надежда, потому что постепенно принимаются более и более правильные решения. Китай пообещал стремиться к созданию углеродно-нейтральной экономики, Соединенные Штаты опять присоединились к Парижскому соглашению, цены на солнечные батареи продолжают стремительно падать, а главные автомобильные компании спешат переключиться на электрические машины. В глобальном масштабе движения The Black Lives Matter и Me Too помогли осознать острую потребность в решении климата для обеспечения социальной справедливости. Времени мало. У нас есть всего лишь 10 лет до 2030 года, чтобы изрешить проблему изменения климата. Мы можем многое сделать, у нас есть ответы на эти вопросы, но мы добьемся успеха только если мы сфокусируем весь мир на решении климатических изменений, а затем проведем необходимую работу в наших собственных городах и регионах. Для студентов, которые сейчас слушают, вы – лидеры. Без вас ни у кого не будет будущего, к которому мы так стремимся. Я прошу вас о помощи. Сегодня вы услышите отличные идеи для решения климатических изменений, а также о конкретных шагах, которые вы можете предпринять для климатической справедливости. Но это послание должно выйти за рамки этого вебинара. Вы можете попросить своих преподавателей и профессоров сделать климат уроком. Они могут назначить сегодняшний вечерний веб-семинар домашним заданием, а затем провести обсуждение в течение одного урока. Мы имеем в виду любой предмет – от искусства до инженерии, от психологии до бизнеса, от танца до химии. В нашем проекте есть простые в использовании руководства для учителей почти по каждому предмету на трех языках, чтобы помочь учителям сделать климат актуальным для своего класса. Не принимайте отказа, не принимайте никаких отговорок. Для этого нужна смелость, но оно того стоит. Спросите у своих педагогов, почему нет. Это не займет много времени. Климат уместен в каждой науке и дисциплине. Это ваше будущее. Вы будете удивлены, сколько учителей скажут «да», а сколько вас поблагодарят. Представьте, вы одновременно с миллионами лидеров по всему миру просите своих педагогов обсудить климат во время урока. Это значит, что каждый семестр в сотнях тысяч классов миллионы студентов будут обсуждать климатические изменения. Пандемия COVID показала, насколько уязвима наша глобальная экономика и общество к экстремальным явлениям. Мы знаем, что определенные населения страдают непропорционально больше, чем другие. То же самое и с изменением климата. Наука ясно дала нам понять, что бесконтрольное глобальное потепление будет означать нескончаемый натиск экстремальных явлений, вымирание видов, планету экологических беженцев. И тем не менее, во многих смыслах это самое захватывающее время для людей. У нас есть все знания и технологии, чтобы перестроить мир с помощью чистой энергии, переосмыслить глобальную продовольственную систему, заново изобрести чистый транспорт, восстановить леса и луга и в итоге встать на путь решения проблемы климата к 2030 году. Сегодня мы узнаем, как это сделать в наших собственных регионах и городах. Спасибо за вашу работу по продвижению климатических решений и справедливого мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!